МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Селям алейкум, здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей. Хаберлер в студии для вас работает Асана Библаев. Сегодня в нашем выпуске. Сложнейшая инженерная операция в Керченском проливе начался подъем автомобильной арки Крымского моста. Слишком дорогие знания. В селе Викторовка Бачзарайского района за аренду государственной школы платят ежемесячно 72 тысячи рублей. 60 воспитанников детского сада Алые паруса впервые посетили аэродром Заводское. В детском парке города Симферополя прошла благотворительная акция «Подари тепло детям». Сложнейшая инженерная операция в Керченском проливе. Начался подъем автомобильной арки Крымского моста у строителей из 8 часов, чтобы установить многотонную конструкцию на 35-метровой высоте. Автодорожная арка начинает медленно подниматься вверх в буквальном смысле со скоростью улитки 5 км в час. Со стороны движение такой гигантской детали и вовсе незаметно. Сотни мощнейших тросов и специальная домкратная система поднимают арку на высоту 35 метров. Именно такое расстояние от воды до проезжей части нужно для морских судов. Здесь могут свободно проходить корабли любого класса. Поднимем арку на метр-полтора, она должна обвиснуть, должны все системы пройти в технологическую норму. И после подтверждения с датчиков и с компьютеров о том, что системы готовы к дальнейшему подъему, эта работа продолжится. То есть мы ожидаем в течение 8-9 часов уже арку получить в проектное положение. Это последний, в буквальном смысле, самый тяжелый этап. Вес арочного пролета 5,5 тысяч тонн. Уникальная морская операция в Керченском проливе длится уже больше 30 часов. За ней в прямом эфире наблюдают десятки тысяч интернет-пользователей. Мы подвели арку к створу автодорожного моста. В дальнейшем задача завести арку между фарватерными опорами с точностью до 60 сантиметров. Для таких конструкций это ювелирная точность. Подъем последний с двух арок можно назвать коронацией Крымского моста. Именно эти детали будут самыми заметными. Ярко-белые их будет хорошо видно с воды, земли и воздуха. Тем временем по обе стороны Керченского пролива круглосуточно и практически без остановки продолжаются строительные работы. Уже наполовину готов подъездной путь к будущему мосту со стороны Крыма. Главная задача проектировщиков – избежать скопления автомобилей перед мостом и после съезда с него. Чтобы такого эффекта бутылочного горлышка не было, дорогу сделали максимально просторной. Тогда же первые машины с ветерком проедут через автодорожную арку. Скорость 120 км в час. Габаритная деталь, так похожая на лук с натянутой тетевой, уже готова занять свое место. София Шукурова, телеканал Миллет. Земли сельхозназначения за границами населенных пунктов будут переданы поселковым советам для увеличения их доходов. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи руководителей исполнительной власти республики с гражданами Большесарайского района. Во время инспектирования населенных пунктов района наибольшее количество жалоб касалось транспортных проблем в районе. Сергей Аксенов пообещал применить жесткие меры вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении недобросовестных перевозчиков. Если до понедельника не будет восстановлено сообщение согласно тех паспортов, которые они получили, и не решено перевозки льготников, значит я вам поручаю со всей пролетарской ненавистью всю суровость отечественных законов на этих перевозчиках отработать так, чтобы от них эта пыль только вы там договорились. Шутки со всеми закончены, коллеги. Что в муниципалитетах, что в районах. Мы договорились, Симферополь первый, сейчас неделя времени еще есть в данном случае. Все приемы борьбы откатать, как положено. Пусть он попробует не взять, в данном случае, хоть одного льготника. Вот красный террор. Договорились? До конца текущего года руководители органов исполнительной власти дважды в неделю будут встречаться с гражданами в регионах. Первыми члены правительства посетили населенные пункты Большесарайского района. Всего они приняли 256 граждан. Сергей Аксенов дал профильным должностным лицам ряд поручений решить озвученные гражданами вопросы, в том числе в части газа и водоснабжения населенных пунктов. Слишком дорогие знания. В селе Викторовка Большесарайского района за аренду государственной школы платят ежемесячно 72 тысячи рублей. Об этом стало известно в ходе рабочего выезда представителя Госкомнации Заура Смирнова в село Ароматное Большесарайского района, где он по поручению главы Республики Крым провел прием граждан. В абсурдной ситуации разбирался наш корреспондент Нерима Антарсинова. Это не частный дом. Это начальная школа села Викторовка Большесарайского района. 30 учеников и три маленьких класса. Не норма современного образования. Но это все, что есть в селе. А здесь дети занимаются физкультурой. Раньше это помещение было гаражом, но силами администрации его переделали под спортивный зал. Здесь очень низкие потолки и холодно. Не побегать, не попрыгать. Школа используется и как дом культуры. Здесь проводят собрания для местных жителей. Но и это помещение хотят отнять. Недавно у здания появилась хозяйка. В прошлом году в марте она приехала и нас уведомила о том письменно, чтобы мы в мае освободили ей это помещение. 25 мая отзвенели последний звонок и освободили данное помещение. И получается мы остались на улице. На сегодняшний день за здание Бахчисаразская администрация выплачивает Обляевой Светлане Серветовне, как поименуемой хозяйкой, 72 тысячи рублей в месяц. Со своим вопросом директор школы обратилась к председателю Госкомнация Зауру Смирнову. Выяснилось, что это здание раньше было фельдшерским пунктом и принадлежало фонду здоровья, председателем которого был Ильми Умеров, а некая Светлана Обляева являлась менеджером данного фонда. Как она стала хозяйкой, неизвестно. Председатель Госкомнация выехал на место, чтобы ознакомиться со всеми документами и разобраться в этой абсурдной ситуации. Мы выясним, насколько законно было все это приватизировано, то есть оформлено уже в российский период. Почему никто не разобрался в том, что фактически здесь частных вложений не было, то есть даже не говорю о моральных правах, но и юридических прав, выделенные помещения, купленные для общественных нужд, каким-то образом стали частными, то есть это абсурд абсолютный. Если бы еще безвозмездно это отдавалось, а за это взимают плату, и причем это делает один из бывших руководителей района, то есть не стесняется того, что это, ну, мало того, что противозаконно, но еще и с точки зрения морали просто ни в какие рамки не вмещается. Поэтому, конечно, я думаю, что мы отстоим это здание, и будем помогать, и ни в коем случае дальше эта вот ситуация не будет развиваться. Сама Светлана Абляева утверждает, что это здание и раньше принадлежало ей, как учредителю фонда здоровья. Вы можете объяснить, как вы стали хозяйкой, если вот это здание покупалось для общественных нужд? Для общественных нужд оно и является школой. В 12 лет там находится школа, и выплачивают аренду. В 12 лет они сидели бесплатно там, и сейчас выплачивают аренду не 72 тысячи, а 59. А кому выплачивают? Мне выплачивают. А как вы стали хозяйкой? Ну, дело в том, что нужно же было как-то получить им, как называется, лицензию, а документов не было. Вот стали переоформлять это все, и вот так вот я стала хозяйкой. Помещение, которое раньше было для общественных нужд, оно теперь принадлежит вам? Оно было хуже. Оно тоже раньше было на мне, не только было как на организации, на мне, так как я была учредителем организации. Так оно сейчас и есть. Теперь этим делом будут заниматься правоохранительные органы, отметил председатель Госкомнация. О ситуации Заур Смирнов доложит главе республики. А после будет принято решение о строительстве в селе модульных школы и детского сада. Из Бахчисарайского района Нариман Тарсинова и Иван Евдокимов. Телеканал Милет. Также представитель Госкомнация по поручению главы республики встретился с общественностью села Викторовка. Главный вопрос обсуждения газоснабжения, а также строительство социально важных объектов. Очень большая проблема для Викторовки. Долгие годы была газификация. Мы помним, что здесь половина села была газифицирована, а вторая половина практически живя у трубы, не могла пользоваться газом. Сегодня здесь полным ходом идут работы. Людей волновали некоторые вопросы, связанные с тем, какой охват газификации. Но мы сообщили о том, что по проекту предусмотрена работа по всем оставшимся домам и по всем улицам. Для села Викторовка мы планируем в будущем при принятии генплана выделить площадку под спортивный комплекс, крытый. Также мы планируем построить здесь модульный ФАП и полицейский участок. В настоящее время на территории села Маловидного есть участок, и мы готовы выделить для строительства модульного детского садика. Завод Смирнов также посетил и село Маловидное. Местные жители просят выделить участок, который принадлежит республике под строительство мечети. Глава Госкомнации отметил, что этот вопрос решится в ближайшее время в пользу местных жителей. Кроме этого, посетили село Репино. Там основные проблемы связаны с водоизогазоснабжением. Все вопросы, взятые под контроль и будут озвучены главе республики Сергея Аксенова. Около 200 книг сегодня получили три учебных заведения в Бовчисарайском районе. Литература напечатана в медиа-центре имени Исмела Гаспринского. Для детей школ была проведена презентация произведений классиков и книг современных поэтов, а также по истории и культуре народов Крыма. Наша съемочная группа также побывала во время вручения изданий. Иди, давай, и чун, чок, чок, сауэс! Ученики Викторовской начальной школы с русским и крымско-катарскими языками обучения с радостью начали рассматривать полученные книги. Красочные иллюстрации – то, что всегда привлекает внимание детей. Здесь книги крымско-катарских классиков, современников, справочная литература, культура и история народов Крыма. И даже факсимильные издания русских сказок на крымско-катарском языке. Больше всего детей заинтересовала книга «Сказки и легенды крымских татар». Красивые, и они на моем родном крымско-катарском языке. Книги очень красивые, в них много изображений, а не о нашей истории. Полученная литература пополнила фонды школы. Теперь учебный процесс станет намного насыщенней. По знакомым детей с жизнью, с творчеством, с бытом не только крымско-катарского народа и других народов. Ну и, конечно же, очень многие сказки в переводе идут, которые дети знают наизусть детства на русском языке, уже будут знать на своем родном языке. Начальной школе в селе Ароматное также передали книги издательства медиа-центра имени Смейла Гаспринского. Провели презентацию. В школе учатся дети разных национальностей. Поэтому такие книги оказались как никогда кстати. Теперь у детей детского сада «Солнышко» в селе Ароматное появилась возможность слушать сказки русских классиков не только на русском языке, но и на крымско-катарском. Здесь воспитывают ребят разных национальностей. А подаренная литература помогает с детства ознакомиться с культурой народов Крыма. Большие слова благодарности за литературу, потому что литература – это очень большой подарок, это очень хороший подарок. Благодаря государственной программе в России по поддержке издания литературы на родных языках медиа-центром имени Смейла Гаспринского более чем за два года удалось издать около 10 тысяч экземпляров книг. Мы видим, что это действительно нужно, что это важно, это наше будущее. И таким образом мы вместе сохраняем культуру, язык обычаи, традиции тех народов, которые все вместе дружно проживают сегодня на территории Крыма. Уже больше половины изданных книг в медиа-центре пополнили фонды, библиотек и школ полуострова. В ближайшее время медиа-центр имени Смейла Гаспринского совместно с Госкомнацем также планирует передать в другие школы Крыма более двух тысяч книг. Айше Шулакова, Ирвина Миралиев, телеканал «Миллет». Сегодня во время сессии Симферопольского районного совета впервые были присвоены звания почетного гражданина Симферопольского района. Такие звания были присвоены двум жителям, которые долгое время работали на благо района. Почетными жителями Симферопольского района были избраны два жителя. Это Леонид Казак, который с 1960 года работал при власти и, как рассказывает, всегда все выполнял результативно. А также почетного звания была удостоена Людмила Макарова. Она уже 30 лет председатель Симферопольского районного совета организации ветеранов. Этому району отдана вся жизнь. Я счастлив, что я в этом районе родился, вырос. И все, что смог для этого района, для людей этого района сделать, я сделал. Это большая честь. Это очень серьезно. Я думаю, что каждый человек сегодня просто был в таком чувстве восторженном. Потому что раньше не было такого, и я и не ожидала, что это может меня как бы кастать. Лучших работников, которые трудятся на благо района, наградили грамотами. Симферопольский район один из самых лучших, отметил в своем выступлении заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Римзи Ильясов. Он также является куратором района по решению проблем жителей. Мы дойдем до каждого села. Решение этих вопросов и содействие в решении этого вопроса совместно с исполнительными органами, советами министров. Мы будем до следующих выборов, до 2019 года стараться их решить. На территории района находится 22 сельских поселения. Это свыше 150 тысяч человек. Район преимущественно занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Основные направления отрасли – растениеводство, развитие плодоводства и виноградарства. Я хотела бы пожелать жителям Симферопольского района мира, здоровья, благополучия и процветания. И хочу пожелать нам хорошего, большого бюджета. Спасибо всем тем, кто работает и созидает, и делает на благо района. Сегодня многие нашли заслуженные награды, были поощрены благодарностями, грамотами. В преддверии Дня работника сельского хозяйства администрации района торжественно была открыта доска почета, на которой размещены фотографии самых заслуженных работников этой сферы. София Шукурова, Магомед Нестуров, телеканал «Миллет». В детском парке города Симферополя прошла благотворительная акция «Подарить тепло детям». Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам детей и социально незащищенных групп населения. В парке побывала и наша съемочная группа. Чем хочешь стать, когда вырастешь? Павелиной. Детские мечты самые искренние и честные. Маленькая Каролина видит себя в будущем на большой сцене. А сколько еще детей мечтают быть космонавтами, полицейскими, художниками или поварами? Чужих детей и неисполнимых желаний не бывает, считают организаторы благотворительного проекта «Подари тепло детям». И без повода, и особого случая, а просто так устроили им праздник. Мы ездим в детские дома, в интернаты, в школы и приносим свои праздники. Не важно, какой это день, есть ли праздник. Мы хотим, чтобы каждый день стал для детей веселым и необычным. Мы собрали много-много разных подарков. Это и билеты на каток, это и билеты в новые развлекательные аттракционы, которые у нас открываются в Симферополе. Также это принадлежности для рисования, для разных хобби детских. Те, кто хочет принять участие в наших мероприятиях, вы можете связаться лично со мной. У нас есть официальная группа ВКонтакте, благотворительный проект «Подари тепло детям». И, возможно, вы хотите принять участие вместе с нами. Напоминать общественности об ответственности за детей – одна из целей таких благотворительных проектов. Устроить праздник для самых благодарных зрителей взялись творческие коллективы и аниматоры. Маленьких жителей трех школ-интернатов развлекали конкурсами, играми и угощали сладостями. Для того, чтобы осчастливить ребенка, повод не нужен, так считают организаторы этого мероприятия. Во всей этой обширной программе, которая была представлена для детей сегодня, можно еще и нарисовать всем желающим памятный рисунок на асфальте. Тема – что такое дружба. Детская фантазия для взрослого загадка. Маленькие художники согласились расшифровать свои рисунки. Что рисуешь? Клаком. Солнышко? Да. Мы держимся за руки и солнышко, как богу и облако, и птички. Здесь нарисовано, что мы должны дружить с друзьями. Около сотни детей участвовали в конкурсах. Без подарков никто не остался. Организаторы пообещали проводить подобные мероприятия каждый месяц. И приглашают всех желающих в свою команду. Сегодня 60 воспитанников детского сада «Алые паруса» впервые посетили аэродром «Заводское». Такие поездки по Крыму не первый раз организовывают воспитатели для своих чад. Радостные лица детей видела и наш корреспондент Софья Шукурова. Взлет санавиации вызвал у детей море эмоций. У них на глазах больного погрузили в вертолет и отправили в Керчь. Так близко ребята еще не видели авиатехнику. Вертолет. Мне понравилось, как он взлетал. Это было круто. Я видела, как он взлетает. Очень круто. Я очень близко так никогда не видела, потому что я сюда никогда не приезжала. Вековая история аэродрома «Заводское» уникальна. Именно отсюда совершали свои первые полеты герои Советского Союза, среди которых был и дважды герой, летчик-испытатель Амитхан Султан. Испытания первых российских самолетов «Анатра» проходили тоже здесь. Детям у нас всегда открыта дорога в любое время дня и ночи, так назовем, которыми нужно заниматься. Потому что в скором будущем у нас, ну если так будет продолжать, то летать толком некому будет. Дети не знают уже своих героев, то есть не знают, кто такой Чкалов. Дети сегодня сами опробировали на себе этот тренажер вестибулярного аппарата. Я думаю, что сегодня вечером они родителям будут рассказывать в захлеб о нашем сегодняшнем путешествии, в нашей экскурсии. Детям посчастливилось посидеть в кабине боевого самолета Як-52, подержаться за штурвал и на несколько минут ощутить себя летчиком. Маленький Никита Мирошниченко в кабине пилота на машину смотрит с опаской. Я летчиком быть не хочу. Я хочу работать хирургом. А почему летчиком не хочешь быть? Потому что это очень опасно. И еще если парашют, как попало в службу, то можно упасть неизвестно куда. Такие познавательные прогулки по Крыму воспитатели для своих чат проводят регулярно. София Шукурова, Аким Бекиров, телеканал Миллет. А это были все новости. На сегодня в студии для вас работу Асана Библаев. Не переключайте телеканал Миллет. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова